здравствуйте меня зовут с моей новой фамилии полина асторка и я вам хотела бы рассказать о моем опыте как я приехала в сша и сначала самый важный самый волнующий всех вопрос это конечно же наши визы вот я получал туристическую визу без приглашения это была не виза невесты не студенческая обычно туристическая виза я ее получила как студентка я еще тогда была на четвертом он закончил четвертый курс моего института вот и когда я пришла в посольство вы заполняете все на визу онлайн и там заполняете куда вы едете на сколько вы едете кому вы едете и где вы работаете или вы учитесь соответственно вот я заполняла то что я студентка учусь таком университете адрес телефон конечно этого университета да и заполняла то что я еду как туристка в нью-йорк на один месяц так как вам известно виза в америку она выдается на год первая виза выдается на год вот и я заполнила то что я еду в нью-йорк на 30 дней как туристка путешествовать одна как студентка вот то есть я забронировала гостиницу билет но билет на самолет говорят не обязательно просто гостиницу самое важное вот и и все и мне назначили собеседование сразу через неделю я прихожу в посольство и они говорят то что они просто спросили еще раз подтвердили с кем ли я с кема я еду я сказала то что одна спросили куда в какой 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 город первый у меня по пункту назначениям по прибытию я говорю нью-йорк и спросили насколько книгу на месяц и они говорят то что паспорт получишь через через три дня я такая радостная побежала вот и то есть туристическую визу если вы студентка получить очень легко и я не знаю говорят то что когда я уже сюда приехала я разговаривала с людьми тоже сами с украинской вот и они говорят то что одна получала визу невесты но так не дождалась и приехал сюда в сша по ее визе и тут уже начала подавать оформление документов на брак на смену статуса вот как в моем случае я приехала ну то есть я получил уже внизу да она дается на как я получил ее в апреле год назад и но я сдавал экзамены и я поехала в июне на два месяца позже вот а там совершенно другая история ребятки потому что когда вы приезжаете сша то есть собеседование на визу в российском польсольстве гораздо это вообще как на это очень легко по сравнению чем прибытие сша то начинается допрос я прилетала в чикаго я ничего не знала об этом я думал это как шенген ты ты просто приедешь тебе штамм тебя выпустят а нет вот ну конечно то что я писала визе куда еду я туда не ехала потому что я просто писалась для получения своей визы вот чтобы только получить визу я написал нью-йорк так как это современные там много туристов вот а на самом деле мой жених он жил в штате это индианаполис город фарт вейн и я конечно же молчала об этом неважно им это знать вот и после этого как я прибыла в чикаго у меня у меня были пересадки на чикаго потом индианаполис там началось там меня просто начали спрашивать о всей моей жизни там и конечно а когда я сказал то что я лечу как другу путешествовать и я купила билет на три месяца то есть туда я туда я перетела в июне обратно я взяла на сентябрь чтобы вернуться до учиться вот самое максимальное самое максимальное не вы можете побыть в сша это 90 дней максимум у меня получилось больше так как в июне в июле августе разное количество дней 331 вот и они засомневались очень и тем более у меня было четыре больших чемодана и еще там несколько сумок с обувью ну понятно что я ехал туда менять свою страну менять место жительства они были как они очень требовательны они очень жестоко со мной разговаривают но они ничего не как но они очень какой-то нападали на вас знаете они вот а куда ты а кому а где познакомилась ты с ним и все это на английском и когда они спросили без не познакомилась я не знала как я думаю как собрать то что ты не в интернете дату подумал совсем приехал в интернете познакомилась с ним или как я думаю думаю господи что сказать не знаю и я такая и потом я все-таки решила сказать правду то что в интернете она говорит всего лишь 19 в интернете твои родители просто сумасшедшие чокнутые как тебя отпустили к мужику 30 лет да ты что и она начала мне спрашивать женщина он тебе кто бойфренд твой парень твой жених а я сделал лицо такой губ нет нет он только мой гид гид по америке вот и она конечно в шоке она не сказал дай мне его номер телефона я дала его номер телефона ответил и она спрашивала какие-то вопросы это было не при мне вот и после этого она приходит с таким лицом я боялась что меня правят назад я очень боялась я тряслась я думаю господи на свою голову еще связала еще потом не я закрою никуда вообще не въеду и она пришла я сейчас говорю я прям мурашки как я опять туда перевоплотилась опять сейчас на том месте это очень я вас не пугаю это на самом деле это очень как такой момент прям как рискованный вот и она и она мне ставит и когда вы приезжаете по переезду в америку в америку вам вам такой такой листик это как же форма а 94 что то такое вот и там пишут какой они вам да позволили им сколько вам не там позволили остаться вот разрешение на максимум дней как они считают если например у вас билетом 2 июня и потом обратно были 30 июня без проблем но если вот так на такое долгое количество месяцев да то это то они еще думали они не сократили еще пять дней моих вот и после этого и они очень жестоко и максу как были конечно же зимние вещи но они об этом не догадывались там в одной были зимние другой вселетний в третьей тому вот и когда мне попросила привезти свои чемоданы я такая господи не дай бог что еще их откроют я вообще не знаю в шоке и когда не спрашивали кто он тебе муж но он жених то есть да парень это кому сказать что жених там да ну не знаю вообще нет лучше я промолчу лучше ничего лучше я скажу что гид без всяких подозрений вот и они меня пропустили и я приехала и слава богу вот я вам хотел сказать о визе и на и о смене статуса я еще пока статус не сменила мы я приехала в июне мы сыграли свадьбу в конце июля то есть через полтора месяца и мы собирали документы очень много документов нужно на смену статуса полно анкет и девчонки если вы если вы летите то сразу же сделайте а перевод вашего свидетельства на заверенную нотариусом по-моему только свидетельство да о рождении и обязательно возьмите подлинный ваш ваш документ о свидетельстве о рождении вот что еще и вы по приезду если поеду если по эти документы вы анализ тут и медицинский вы специальной клинике сдаете короче очень много документов надо потом с вашего жениха тому же сети с работы справки о доходах и так далее так далее так далее налогах очень много вот и что еще вот и мы собирали у нас адвокат такой небыстрый был очень долго все было очень медленно но ничего мы справились и мы отдали наши документы этого года феврале через полторы недели нам пришло приглашение на отпечатки пальцев сразу потому что они получили документы правительства и через несколько дней пришло приглашение отпечатки пальцев вот мы сделали отпечатки пальцев и вот через 15 через две недели пришло же приглашение на интервью через месяц на конец апреля на грин карту вот то есть процесс сам он как бы быстро с этим документом да самое главное все это собрать если вы же отдаете он идет более-менее так быстро вот насчет визы я вам советую если вы ну как бы